Безумие несочетаемого. Господа, вы знаете о чем я. О мешанине узоров и цветов, которая делает ваш наряд похожим на хаотичный арт-проект. Я понимаю, большинство мужчин всю жизнь не знают, как правильно сочетать одежду. Что ж, я не хочу, чтобы вы плохо одевались и быстро обучу вас основным правилам. Во-первых, начните с малого. Сперва придерживайтесь классики, однотонных тканей, полосок и клеток. И ограничьте количество узоров двумя. Далее поймайте масштаб узора. Учитесь комбинировать узоры, смешивая более мелкие с более крупными. Например, мелкая полоска на рубашке с более крупной клеткой. Далее умейте согласовывать цвета. При согласовании ищите цвет, который похож или дополняет цвет рядом с ним. Как видите, у этих рубашки и галстука очень разные узоры, но у них есть общий синий цвет. Из-за цвета и смешивания разных масштабов и типов узоров, такая комбинация будет работать. Далее поговорим об однотонных разделителях. Брюки – это всегда верный выбор, но если вы только начинаете сочетать узоры, убедитесь, что ваш пиджак однотонный или наденьте однотонную рубашку. Да, можно экспериментировать с узорами на рубашках, но лучше с галстуками и нагрудными платками. И, кстати, свои брюки я не учитываю, но если знать правила, то можно легко добавить четвертый узор. И, кстати, если вам интересно, какой галстук я бы выбрал, досмотрите видео до конца. Говоря о сочетании цветов, не переусердствуйте. Галстук не должен соответствовать нагрудному платку. При виде этого сочетания меня передергивает. Я знаю, что парень старается, но даже если он сам все покупал и подбирал, галстук и нагрудный платок в тон – это признак тех дешевых готовых наборов для тех, кто не хочет думать. Предметы одежды должны дополнять друг друга. Другими словами, когда цвета, узоры или текстуры сочетаются друг с другом. Далее – плохо заправленная рубашка. Увы, это трудно исправить. Поможет, если рубашка идеально на вас сидит или имеет длинные полы. Или, если у вас атлетичное телосложение, нет живота, то можно заправлять по-армейски, и это какое-то время удержит рубашку в форме. К сожалению, у немногих из нас такая идеальная комбинация. И даже если вы хоть немного двигаетесь, то каждые пять минут приходится заправлять рубашку заново. Решение – фиксаторы для рубашки. Я лично начал пользоваться ими, когда служил в армии. Это был один из тех секретных приемов, которые позволяли парадной форме выглядеть хорошо, даже несмотря на марши или парады. Помню, на балу морской пехоты парни сняли пиджаки и начали подтягиваться. А что еще делать, когда выпил и тебе весело? И было сразу видно, кто носил фиксаторы для рубашки и кто их не носил. Потому что после 20 подтягиваний на турнике у одних парней вылезли рубашки, а другие все еще выглядели стильно. И вот почему я люблю фиксаторы. А как насчет монохромных образов? Когда кто-то целиком одет в один и тот же цвет. Если вас пригласили на вечеринку, где все в белом, тогда это имеет смысл. Или если вы носите темные костюмы, все ваши аксессуары тоже темного цвета. Это позволяет взгляду скользить вверх и вниз. Я понимаю такой подход, но здесь есть опасности. Во-первых, иногда это может быть чересчур. Например, если у вас светлая кожа, светлые волосы. Темная одежда создаст сильный контраст. Другая проблема с монохромными образами в том, что они, как правило, более повседневные. Если вас пригласили на мероприятие и вы оделись полностью в черное, то отсутствие контраста, в частности с белой рубашкой, скажет о том, что вы не знаете дресс-кода. И это следующий признак непонимания дресс-кода. Вот в чем дело, дресс-код есть всегда. Да, согласен, что официальные дресс-коды это редкость, но всегда есть ожидания от группы людей, с которыми вы встречаетесь. Задумайтесь, вы идете на неспешную прогулку с парой друзей и оделись по высшему разряду, в смокинг или тройку. А ваши друзья в шортах, футболках и бейсболках. Так вы будете не только выглядеть неуместно, но и заставите друзей чувствовать себя не в своей тарелке. Мужчина, который умеет одеваться, всегда учитывает негласный дресс-код. Он понимает, что в разных ситуациях существуют определенные ожидания. Так что уточните, спросите, если нужно, и соответствуйте этим ожиданиям, чтобы всем было комфортно. Следующий признак – переизбыток логотипов. Я понимаю, вам нравится Гуччи или вы любите уличный стиль, Бейзинг, Эйп, Суприм. Можно любить любую марку, нет проблем, но вот в чем дело. Аккуратнее с огромными логотипами. Кажется, много лет назад Пола взяли и нанесли свой логотип на одежду как узор. Это было безвкусно тогда, безвкусно и сейчас. Господа, когда дело доходит до логотипов. Если вам за это не платят, то осторожнее с крупными логотипами. Да, если на одежде маленький незаметный логотип, то это не страшно. Но избегайте вещей с крупными логотипами. Скажем, вы путешествуете и находите на местном рынке рубашку, на которой повсюду логотип Гуччи. И вы смогли урвать ее за 5 долларов. Скорее всего, это подделка, и да, она не будет на вас хорошо смотреться. Далее поговорим о спортивных джерси. Я люблю джерси, это поддержка любимой команды. Но вне этого контекста, осторожнее с такими джерси. Это уже заезжено. Я вижу кучу парней в таких джерси, которые тратят на них круглые суммы и носят их повсюду. У меня у самого есть племянник, которого задел бы этот момент, ведь он большой фанат лейкерс и все время носит их джерси. Но реальность такова, что спортивные джерси следует носить в спортивной обстановке. Из-за дизайна, из-за цветов они никогда не станут предметом для повседневной носки. Их этих носят множество людей, я просто хочу, чтобы вы хорошо одевались. Теперь поговорим о сандалях. У них богатая история. Археологи нашли тысячелетние сандали, которые носили исследователи, совершавшие важные открытия. В жару в них очень удобно. И когда правильный фасон носят с подходящей одеждой, это выглядит хорошо. Но носить сандали с нарядной одеждой и думать, что это сойдет с рук, не получится. Нельзя носить сандали с носками, несмотря на то, что ряд знаменитостей убеждают нас, что это красиво. Нет, это не так. Но некоторые парни продолжают это делать. Эй, я просто хочу помочь вам, не носите сандали с носками. Это плохое сочетание. Кстати, о носках. Я всегда мог узнать своих немецких друзей, когда жил в международном хостеле. Они носили темные спортивные носки, когда мы ходили в спортзал и высмеивали нас за белые носки, объясняя это так. Вы испачкаете их и выбросите их раньше, чем мы выбросим свои. Не знаю, зачем я вам это рассказал. Просто вспомнил старые добрые времена. Но к чему я веду, белые спортивные носки не подходят ни к одной разновидности ваших парадных туфель. Опять же, это кажется очевидным, простым. Но это напоминание для тех, кто только начинает учиться хорошо одеваться. Спортивные носки носят только со спортивной обувью. Далее обувь. Белые кроссовки должны быть белыми и чистыми. Парадная обувь должна быть чистой и начищенной. Мужчина, который не заботится об основе своего гардероба, плохо одетый мужчина. Ранее я говорил о том, какой галстук я бы выбрал для этого наряда. И ответ таков, я бы не выбрал ни одного. Сплошной темно-синий цвет сочетается с этим коричневым. И на грудный платок в горошек, на рубашке узор в полоску. Реальность такова, что я уже перегибал палку. У меня было три узора, поэтому добавить еще один узор было бы просто перебором. Этот однотонный галстук работает намного лучше. И следующий признак плохо одетого мужчины, он переусердствует со своим нарядом. Вы знаете, о чем я? Когда кто-то носит слишком много украшений, когда в наряде слишком много ярких цветов. Нет, хорошо одетый мужчина, на мой взгляд, тот, кто умеет быть неприметным. И тот, у кого все собрано сочетается. Одежда и то, как он ухаживает за собой. Хорошо одетый мужчина смотрит, как вещь сидит, он предпочитает качество. Он не усердствует, а умеет создавать образ, который ему идет. Господа, если вам понравилось это видео, вам понравится и это. Да, посмотрите его. Кликните прямо сюда. Продолжайте просмотр, не уходите. Ну же, мне уже тяжело.